Здравствуйте, уважаемые любители винограда! И вот, можно сказать, что долгожданная весна наступила. Солнышко светит, на улице сейчас плюс 16 градусов. Уже как целая неделя, такая теплая, хорошая. Цветочки распустились, на деревьях почки распустились. Сейчас много-много люди спрашивают, звонят, пора ли открывать виноград. Мы для себя приняли решение. Какое? Давайте посмотрим. Посмотрите, пожалуйста, весь наш виноградник пока укрыт. И нужно сказать, что мы не спешим раскрывать наш виноградник. Почему? Мы не хотим, чтобы раньше времени почки распускались. Солнышко светит, почка распускается, вытягивает из лозы пасоку, которая там есть. И что происходит? Если будут возвратные морозы или заморозки, то почка погибнет, и у нас не будет урожая. Поэтому, дорогие, если вы укрыли черноземом, то не спешите раскрывать свой виноградник. Однако, некоторые виноградари используют другой способ укрытия, более легкий способ. Это нетканный материал, мешки, агротекс, агроспан и так далее. В этом случае, чтобы не было парникового эффекта, необходимо приоткрыть торцы или края. Получается, если мы сделали парничок, в 2-3 раза температура увеличивается под парником. И представьте, ваши почки могут запреть. Чтобы этого не происходило, просто необходимо раскрыть. Чтобы снизу задувал воздух, ветер, и лоза была сухая, и не запревало ничего. Скорее всего, мы раскроем наш виноградник где-то в первых числах или на первой декаде апреля. Но опять-таки, мы посмотрим по погоде. Почему мы не хотим спешить с раскрытием наших кустов? Из школьной программы все знают, вода замерзает при температуре минус 1 или 0 градусов. Представьте себе, если сейчас мы раскроем, растяные корни, все равно земля прогревается до плюс 10. Растяные корни начинают работать. Хотя пяточные корни еще глубоко находятся, они еще не качают пасоку. А растяные начнут потихонечку поддавливать пасоку. Почки начинают просыпаться. И в одно неподходящее время, как обычно, будут возвратные заморозки или морозы. И мы потеряем плодоносящие побеги и почки. Чтобы этого не происходило, давайте немножко подождем. И раскроем свой виноградник чуть позже. Для нас это будет, скорее всего, апрель месяц первой декады. Но если вы не знаете, чем заняться сейчас, вы можете натянуть проволоку, если она плохо натянута у вас. Посмотреть, если у вас есть капельный полив, в каком он состоянии. Также вы можете подготовить для себя химические препараты, заказать, где вы заказываете. То есть, есть еще много-много других дел, чем можно заниматься сейчас. Кто-то, может быть, использует подвязочники, ленты, секаторы и так далее, и так далее. То, что можно делать, делайте уже сейчас. Однако, виноградник мы не спешим раскрывать. Мы заканчиваем нашу короткую видеосъемку. Если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Весна только начинается, и нам еще есть много чего вам рассказать и показать. Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok